Вопрос дня в эфире первого Приднестровского в студии Виолетта Ганина, Андрей Вакула. Здравствуйте! Сегодня будем говорить о том, как Молдова воюет с собственной историей, истребляет собственный язык и усиливает меры давления на Приднестровье. Обо всем по порядку. Мы начинаем. В Молдове сейчас режим ЧП из-за ситуации в Украине. В Молдове сейчас блокируют российские сайты, запретили новости из России и Кишинев пошел дальше. Теперь там под запретом Георгиевская ленточка и в планах запретить празднование Дня Победы 9 мая. Обсудим эти факты с нашим гостем. У нас в студии Сергей Каланидели, председатель Союза Гагауза в Приднестровье. Сергей Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Парламент Молдовы принимает поправку в законодательство о том, что в их стране Георгиевская лента под запретом. Собираются отменить и празднование Дня Победы 9 мая. Об этом говорил спикер парламента Молдовы Гроссу, а еще под запретом и латинские буквы Z и V. Абсурд латиница под запретом в стране, где латиница официальный шрифт. При этом в официальных заявлениях власти Молдовы говорят, санкции против России они не поддержат. Но войну истории объявили. Так, Сергей Иванович, что думаете по этому поводу? Вы знаете, видимо, ошибки чужих, в частности соседей, не учат наших коллег, партнеров, соседей. И запрещать историю, это неприемлемо, это приведет, нехорошим негативом приведет. А что касается латинского языка, букв латинских, что же будет делать концерн «Опель»? У них же буква Z. Что же будут делать, если Россия примет решение, другие буквы латинского языка применят в своей деятельности? Тогда придется отменить полностью языки, они перестанут общаться. Это непродуманно и немножко глупо. Теперь за демонстрацию флагов. Лент и латинских букв будут штрафовать из суммы приличные до 9 тысяч леев с людей и до 18 тысяч леев с юридических лиц. Причем запрет объясняют тем, что буквы, ленты и символы пропагандируют военную агрессию или военные преступления. Это говорят в Молдове. Про георгиевскую ленточку, символ победы над немецко-фашистскими захватчиками. Причем даже Молдавию, именно Молдавию освобождали. Зачем так делают в Молдове, Сергей Иванович? Теперь ведь и в Гагаузии придется подчиниться, она ведь в составе Молдовы. Вы знаете, Гагаузию чему-то подчинить нас немножко сложновато. Нас хотели подчинить толерантность с Геем. Гагаузы вышли, высказали свое мнение. У нас этот закон не прошел. У нас в парламенте есть, в руководителя государства автономии есть. И с Гагаузами немножко придется считаться. Более того, Гагаузу в своем уложении, в основном законе Гагаузии написали статью, если Молдова сама уходит в Румынию или Европу, Гагаузы сама определятся, делятся и все. Поэтому с Гагаузами они придутся считаться. А воевать с ветряными мельницами, с флагами, ленточками, это глупо. Это глупо и не приведет ни к чему хорошему. Мы не Молдовы. И наше принципиальное отличие в том, что в Приднестровье проживают люди 72 национальностей, 150 тысяч этнических украинцев, порядка 220 тысяч граждан Украины, порядка 250 тысяч граждан Молдовы. И это представители различных этнических групп и народностей. И у нас нет никакого национального конфликта. Это, наверное, самое главное. У нас нет национальной вражды. Мы умеем жить в мире и согласии. И, наверное, в этом уникальность Приднестровья. Об этом всегда говорит президент Вадим Красносельский. Этот факт подчеркнули в своем письме обращение лидеру Молдовы, Майи Санду, руководители национальных общин Приднестровья. Сергей Иванович, в чем главная цель этого письма? Не секрет, что недавно собирались представители национальных диаспор Приднестровья и решили написать, обратиться к правительству Молдовы с письмом, чтобы перестали блокировать наши грузоперевозки, отменили свою блокаду и сельские нападки на нашу республику Молдовью. Да, действительно, мы многонациональный народ Приднестровский. Мы являемся, может быть, и примером. У нас уживаются все национальности конфессии. Я скажу более того, в нашей организации, да, диаспора Гагаузская, есть афроамериканец, мусульманин, он сейчас участвует в боях без правил, во Франции под Гагаузским флагом. Нам делить нечего. Как сказал президент когда-то по телевидению, у души нет национальности. Есть человек и похожи. Поэтому национальную рознь, конфликт, это неприемлемо. Мы пытаемся сказать, что мы, народ Приднестровья, хотим жить в мире, согласии, дружбе и блокировать, чтобы страдали наши пенсионеры, наш народ, наши дети. Не хотим. То есть мы будем бороться за свое право жить в мире и согласии. Мы отличаемся от Молдовы еще и тем, что мы говорим официально. У нас три официальных языка. И говорим на том языке, на котором нам всем комфортно и удобно. И молдавский язык сохранился только у нас, в Приднестровье. В Молдове его больше нет. На кириллической графике. Он официально не существует. Там перешли на румынский. Есть целая программа руманизации. И об этом вы тоже указали в своем письме. И не случайно сделали этот акцент. Сергей Иванович, почему акцент на языковую часть? Потерять свою историю. Письменность это или язык, или культура, вероиспределение. Это неприемлемо. Не зная свою историю или вырезая часть истории, не будет будущего. Приднестровье не только на молдавском разгаре, на русском и украинском официально. Ну и на болгарском и на гагалузском. Я знаю пять языков. Могу на болгарском свободно общаться, на других языках. Это комфортно. Это идет развитие. Зацикливаться на одном государственном, а у нас их три. Мы не останавливаемся. Мы разговариваем на любом комфортном, приемлемом нам языке. И нам никто не воспрещает. Ходишь по городу, слышно разные иностранные английские, немецкие, польские. Никто не воспрещает, никто не оборачивает, замечания не делает. Это приятно. Это приятно. А то, что молдову урезают свою историю, я думаю, что дерево без корней не будет иметь пышного крона или веток и плодов. К сожалению, это так. Сейчас мы с вами говорим на русском языке. И никаких проблем нет. Мы друг друга понимаем. У нас в Приднестровье вообще можно говорить на любом языке. То, о чем вы как раз говорили. И никто никого никак не упрекнет, что ты говоришь на каком-то не том языке. А вот в Гагаузии... Ни у кого не возникнет желания штрафовать за то, что вы говорите не том языке. А вот в Гагаузии почти все поглотила Молдова. Валюта Гагаузии это лей. Полиция, как в Молдове. Законы те же и вывески на румынском языке. Гагаузским остался фактически только народ. Нет ли ощущения, что в Гагаузии скоро ничего не останется? И руманизация доберется и туда? Вы знаете, Гагаузы не ассимилировались в течение столетиями. Какие бы там державы ни были, куда бы ни выходили, я думаю, и сейчас не ассимиляция. У нас и на гагаузском, и на молдавском языке. Мы не сопротивляемся. Мы говорим на молдавском и на гагаузском. Мы пишем и на молдавском латинице, и на гагаузском. То есть гагаузы как-то нашли себя и комфортно чувствуют и латиницей, и в своем языке. Вывески у нас и молдавский, и гагаузский. Да, есть преобладатель. Сейчас открывают там некоторые фирмы, магазины про молдавский, про румынский. Но мы находим наши языки, и как-то взаимодействие, сосуществование мирно есть такое. Сергей Иванович, а в Молдове вообще слышат голос гагаузов? Вы прислушиваются к вашему мнению, к мнению гагаузов? Вы знаете, бывает момент, что не слышат. Есть некоторые моменты, о которых я не могу говорить, но мы пытаемся, выступаем там в свой парламенте, тоже обращаемся. Нам помогает наш мир, тюркский мир. Турция защищает наши права, Азербайджан защищает наши права гагаузские. Весь тюркский мир защищает посольство. Президент был в 19-м году, Эрдоган, тоже выступал и защищал некоторые моменты гагаузов. Нам помогает наш народ. То есть только так можно договориться с Молдовой? Получаю, что да. Благодаря старшим братам, чтобы нас слушали. Ситуация вокруг Приднестровья сейчас неспокойная. Молдова, как и в период пандемии, усиливает меры давления. Сейчас задерживают грузы. Медикаментов, продуктов питания, химикатов для сельского хозяйства, ГСМ. Решить проблемы с соседями не удается. Все переговоры в тупике. Мы подошли к вопросу дня, Сергей Иванович. На ответ сейчас будет ровно 30 секунд. Как Приднестровью себя защитить от горя соседей? Надо искать диалог и отвечать асимметрично, как сказал один из президентов нашей дружеской страны. Отвечать тем же, чем они отвечают. Я помню, это было в 95-м году. Не пускали Молдову нашими номерами. Президент первый, Игорь Николаевич Смирнов, то же самое. И в течение буквально короткого времени сразу успокоились и пропускали автомобили с нашими номерами. Я не призываю воевать, выступать, дерзить. Это наши соседи. С ним просто надо договариваться. Садиться договариваться. И дипломатам, и народу. Говорить надо, общаться надо. Поэтому написали письмо. Это первый шаг. Я думаю, что дальше будут другие шаги. Парламентарии наши примут меры какие-то, обратятся. Но пока начали диаспоры, обратили на эту проблему. И диаспоры решили, что написать письмо и отметить, что есть проблема. А эту проблему надо решать. Мы народ, мы хотим жить в мире согласии. Дайте нам это. Мы больше ничего не хотим. Мы не притянем на чужую землю, на чужую экономику. Просто хотим дать нам жить. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Официально Кишинев продолжает свою тактику давления на Приднестровье. Молдова не пропускает наши грузы, лекарства, сырье для предприятий, продукты. Страдают в том числе и аграрии. Все подробности сейчас узнаем у нашего гостя. У нас в студии Андрей Садковский, управляющий сельскохозяйственной фирмой «Экспедиция Агро». Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас Молдова блокирует в том числе поставку удобрений и ядохимикатов. А уже сейчас нужно обрабатывать растения. Андрей, как это повлияло на работу вашей фирмы? И посевная под угрозой? Посевная не под угрозой. Потому что наша компания заранее предусматривает все риски. И мы закупаем и удобрения, семена, все средства защиты чуть-чуть заранее, как бы с запасом. Поэтому Молдова как бы блокирует, но у нас как бы рисков нет. Сейчас удобрений на вот этот посев вам хватит в полном объеме? Насколько вы рассчитали запас? Мы рассчитали запас примерно до лета. Но как бы мы ждем опять же эти удобрения, которые должны к нам прийти. Сколько должно еще приехать? Должно приехать около ста тонн удобрений. Ну как бы нам того, что у нас есть... А как до лета хватит? Да, до лета нам хватит. Удобрения ядохимикаты. Откуда их вообще везут? И цены выросли на это? Цены выросли опять же сейчас, но так как мы закупаем все заранее, проплаты идут заранее, вопрос только поставки. Поэтому как бы для нас цены не сильно выросли. Есть удобрения, мы закупаем с России, поэтому сейчас есть сложность с логистикой. Семена вы тоже везете? Семена мы везем с Молдовы, с Европы. А почему не производить свои? Это должно быть другое направление хозяйства. Вы продолжаете работать, посевная сейчас в полном разгаре. У вас порядка 4 тысяч гектаров, это немалые территории, почти половина с водой. И несколько дней назад стартовал поливной СИЗО. По всей стране запустили 63 насосные станции. Мелиорацию сейчас у нас развивают. А как у вас обстоят дела? Есть ли все необходимое для полива? В нашем хозяйстве половина наших земель под поливом. Это все, что у нас, все земли, которые у нас под поливом, это земли под овощные культуры для производства на заводе. Огурчики, помидоры? Нет, у нас завод настроен на сахарную кукурузу, на зеленый горошек, на капусту, брокколи, цветную. И вся продукция идет на местный рынок. Поэтому вся земля поливная у нас для овощей. Как вы отметили, вся продукция идет на местный рынок, то есть на терраспольский консервный. Ваши консервы знают все. Что еще есть на ваших полях? Знаем, что вы одно и то же поле в год засаживаете несколько раз. Как так? Это не касается всех полей. Есть культуры, которые, допустим, как зеленый горошек. Это культура первого сбора, то есть мы ее убираем в середине июня. Поэтому, так как это поле остается под поливом, у нас есть вариант засеять ее другой культурой. То есть мы пробовали высевать крупноплод подсолнечник. Есть сложности с этим, поэтому в прошлом году мы попробовали второй оборот гречки. Нам вроде понравилось. Есть, опять же, свои тонкости, свои сложности, но будем развивать эту технологию. И в этом году у нас все после зеленого горошка будет засеяно гречкой. У вас еще есть такая интересная технология. Вы высеиваете семена в непаханное поле. Очень интересно. Это как? Для чего так? Эта технология у нас применяется только на неполивных площадях, потому что технология называется no-till. То есть она нацелена на сбережение влаги. Есть у аграриев проблема как водяная эрозия, так и ветровая эрозия. То есть когда влага не впитывается в полном объеме в землю, земля остается сухой. И в период февраля-марта есть ветровая эрозия, когда поднимаются сумасшедшие ветра, весь гумус из земли, плодородный слой улетучивается. При нашей технологии мы не пашем, не обрабатываем почву. После уборки мы заходим сразу же с сейлкой, и у нас вечно зеленые поля, можно сказать. Их не сдувает? Их не сдувает, потому что есть мульчирующий слой, который не позволяет выдуванию земли. Круто. Развитие сельского хозяйства – это часть стратегии развития Приднестровья, я утверждал президент. Как сейчас государство помогает вам аграриям? Нам аграриям помогает в плане льготных тарифов на воду. Сколько это? Это 70 копеек за куб воды. Есть льготные тарифы на приобретение поливальных установок, поэтому это большой плюс для нас. Вы не пользуетесь всеми этими кредитами? Конечно, конечно. Но благодаря этому мы за прошлый год увеличили на 600 гектар поливную землю. Здорово. Ну что ж, пришло время задать вопрос дня, и мы напоминаем по правилам нашей программы на ответ всего 30 секунд. И вопрос для вас сегодня звучит так. Несмотря на проблемы, урожай сможем вырастить? Какой объем планируете получить в этом году? Конечно же, урожай мы вырастим. Опять же, мы все силы направили на получение урожая, поэтому мы не останавливаемся, мы сеем, удобряем, и все будет хорошо, я надеюсь на это. Накормим страну? Накормим, конечно. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Сегодня стартовали матчи второго тура «Амалиги» в 19.30. Первыми сыграли команды «Тирасполь» и «Топ Эстейт», продолжили «Геотермал» и «Еловенный газ». Центральный матч тура на арене «Лайзвор» проведет наш «Авангард ТВПМР» и «Кишиневский динамис». Остается уже совсем недолго старт, напоминаю, в 21.55, и наш канал покажет игру в прямом эфире. А Никита Кондратов будет ее комментировать, будем болеть за наших. Это, конечно, уникальный опыт, потому что, если есть какие-то вопросы, я могу прямо на работе подойти и к тренеру, спросить, что меня интересует, даже какие-то инсайды получить. Допустим, я уже знаю стартовый состав «Авангарда», кто выйдет на поле, с игроками поговорить и так далее. А что касается самого комментирования, конечно же, есть сложности. Надо быть объективным, держать, так сказать, нейтралитет. Но, думаю, с этим будут сложности сегодня. Как-никак все-таки буду болеть за своих, но какую-то объективность все-таки здравую сохранять. Центральный матч каждого тура показываем в прямом эфире нашего канала. Все матчи есть и на платформе Инстат ТВ, правда, за символическую плату. Один матч на Инстате бесплатный. Напомним, в этом сезоне «Амалига» переехала на новый стриминг. Статистика, аналитика и скаутинг – все есть. Развернутая информация приходит участникам «Амалиги» сразу же после матчей. Доступны слайды с каждым действием на поле, анализ на уровне чемпионатов мира. Так что смотрите и получайте удовольствие от игр. Это был «Вопрос дня». Напоминаем, в 21.55 прямой эфир играют наш «Авангард ТВ ПМР» и «Кишиневский Динамис». Удачи нашим ребятам! Мы с вами прощаемся. Не забывайте просматривать наши новости в соцсетях и пабликах. Сразу после нас «Мазафутбик», ну а потом тот самый футбол. Не переключайтесь. Всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok